Здравствуйте, ребятки! Мы находимся на Троекуровском кладбище на календаре 17 сентября 2022 года. Зачем мы сюда пришли, вы, наверное, догадываетесь. Цветы от вас, все те, кто скидывал копеечку на цветы для Юры Шатунова. Также сейчас сделаем, я думаю, доброе дело, посетим могилу еще одной известной актрисы, которую вы все очень хорошо знаете. Продолжение следует... И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Наталья Леонидовна, что определило ваш профессиональный выбор? Вы воспитывались в актерской... Ну, я выросла в актерской семье. Как-то направление было сразу же вот именно идти в актрису. Правда, в 9-м, 10-м классе очень увлеклась археологией. Мне было интереснее, был историко-архивный институт. Но, все-таки, как говорится, актерство перебороло. И я стала заниматься актерством. Стала сниматься сначала массовка, потом групповка, потом просто случайное попадание на какие-то картины, эпизоды. Ну, а потом на моем пути встретился Басов сначала. Дальше уже Леонидович Гайдай. Дальше вы уже у меня уже хорошо все знаете. Насколько я знаю, вы никогда в съемках не прибегали к помощи дублеров. Нет. Я всегда все делал сам. Вы не думаете, что вы рассчитываете на свои силы? Только на свои силы. А с чем это связано? Не знаю, наверное, с характером. В чем вы черпаете вот эту энергию и позитив? Не знаю, характер у меня такой. Потом, я дитя войны, когда человек мог на себя рассчитывать, не обременяя своими заботами другого человека, потому что знал, что и у него их своих забот хватает. Я могу рассчитывать только на себя. А вот какая из сыгранных вами ролей наиболее близка вам и наиболее любима? Вот есть такое? Ну, во-первых, конечно, это Грица Суэлла. Это влюбленная дура, которая идет на все ради своего любимого. Это как каждая любая женщина, по-моему, если она любит. Поэтому, конечно, чисто по-женским вот таким моментам, конечно, она. А дальше уже пошли деловые качества какие-то. Это Ульяна Андреевна, 12 сестру, это Павла Павловна, цирк приехал. Там уже, так сказать, какая-то такая деловая жалка появилась. Но у меня, к сожалению, ее нет. Поэтому, к сожалению, могу заниматься только актерством. Ну, вот Москва, допустим, и российская губинка. Это понятно, что это абсолютно два разных мира. Разные, да. Но в чем вот особенно видна вот эта разница? Вы знаете, в доброте, в восприятии человека, в таком еще каком-то детском отношении, в хорошем смысле этого слова к людям, это, конечно, на первом месте глубинка. А какие вообще впечатления от Коливальского района? Ну, я, вы знаете, я обожаю вообще вашу землю. Я считаю, что это одна из самых красивейших, вообще, самых красивейших уголков нашей страны. И поэтому, когда мне говорят, вот мы хотим уехать в Подмосковье, я говорю, что с ума сошли. Больше глупости вы не сделаете, потому что красивые земли вы не увидите. Потом вы меня простите, у вас не будет ни ягод, ни грибов, ни рыбалки, ни охоты, ничего этого не будет. А будет и огород, где вырастет или не вырастет, тоже под большим вопросом. Я говорю, а вы собираетесь это все простасять? Я говорю, не только глупо, но это очень расточительно. Здесь жить и применять ее на какой-то занюханной комнатке в вонючем городе, простите. Ну, это надо просто себя не любить. Да, я согласна. Вот такой философский вопрос. Как вы думаете, красота спасет мир? И если не красота, то что спасет? И вообще, в принципе, можно его спасти? Доброта. Можно спасти мир. Можно спасти вот именно добротой, добрым, человечески добрым отношением. Тогда он спасется. А если будет злоба и ненависть, мир погибнет. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать жителям нашего района? Ну, во-первых, я хотела бы пожелать, чтобы бед было поменьше, чтобы, наконец, у людей, у жителей, особенно мужского населения, появилась работа. Если появится работа, будет меньше времени заниматься глупостями, а именно водкой. Значит, уже, как говорится в семьях, наступит мир и лад, и жизнь будет лучше.